Контекст это очень мощная штука, если им правильно пользоваться. Но иногда с ним возникают проблемы. Самая частая проблема с контекстом, это когда подключается лишнее. Если весь код наш, тогда мы можем поправить require и это лишнее убрать, например добавить regExp. А что если нет? Давайте посмотрим пример такой проблемы и ее исправления для модуля Moment. Этот модуль у меня здесь уже установлен, видите, в NodeModules. Он специализируется на работе с датами, т.е. я вызываю requireMoment, создаю нужный мне объект, используя в данном случае текущую дату, и затем у него есть ряд специальных методов. Самым востребованным является формат, который дату форматирует. Более подробная информация о возможностях момента есть в его документации, но сейчас нас интересуют вовсе не они. Для нас важно, что есть метод формат, и он форматирует дату, используя текущую локаль. По умолчанию локаль английская, так что если мы сейчас запустим вот это, то получим 25 октября 2015, день записи этой серии скринкаста. Можно локаль поменять. это делается вызовом .local и дальше, например, ru. Сейчас у меня тут параллельно запущена сборочка, вот оно пересобралось, и я обновлю страницу, то же самое, только используя русский язык. А можно сделать так. И теперь у нас... О! Видите, японский язык. Вроде все работает, но есть одна проблема. Она заключается в том, что если я сейчас посмотрю на сборочку, то я увижу, что ее размер аж 408 килобайт. То есть, мое приложение App плюс Moment выросли аж до такого. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, обратим взгляд сюда. Сборка по свидетельству Webpack'а состоит из App.js и внутри есть еще 88 модулей. Давайте детальнее посмотрим, что включает в себя сборка Webpack, минус-минус Display Modules. Ого! Вот и модули. То есть, сборка начинается с App.js, он подключает Moment.js, и дальше Moment подключает вот-вот столько локалей. Конечно, он их подключает, как бы иначе он смог форматировать дату и на русском, и на английском, и на японском. Если мы залезем внутрь кода Moment.js, то мы можем найти require, который это как раз делает. Вот он. Видите, функция loadLocal, которая должна загружать нужную локаль, и она осуществляет require из ./.local, то есть из этой директории, ищет там файл с передным именем. Соответственно, предполагается, что loadLocal вызвана, например, с ru, и она подключит здесь ru.js. И действительно, если Moment.js работает в окружении серверном, то есть на ноде, все именно так и происходит. На ноде эта функция никаким вебпэком не обрабатывается, срабатывает синхронно, подключается именно та локаль, которая нужна. Но для вебпэка такое require означает, как мы знаем, контекст. Поэтому вебпэк берет и все эти файлы с директории локаль подключает к сборке. Отсюда и получается такая вот гигантская простыня, которую мы здесь уже увидели. Ну что ж, корень проблемы мы увидали, теперь подумаем, что делать. Вариант пропатчить момент как-то хитро мы отметаем, все-таки Moment это сторонний модуль, и по возможности хотелось бы избежать его изменений. Для того, чтобы справляться как раз с такими ситуациями, нам очень пригодятся два вебпэковских плагина. Вот они описаны в документации. Первый называется Context Replacement Plugin. Для того, чтобы его понять, вспомним, что такое контекст. У контекста есть три основных параметра. Первый директория. Второе нужно идти в поддиректории. И третье регулярное выражение фильтр. Вернемся к плагину. У плагина первый параметр это фильтр. То есть он проходит все контексты. И если он видит, что директория, то есть первый параметр контекста, подпадает под вот это, то он заменяет контекст вот на такой. То есть можно указать ему новую директорию, новый флаг рекурсивности, и новый RegExp фильтр. В нашем случае есть такой вот require, который в вебпэк переписывают как require точка контекст. Здесь точка слэш локаль. Здесь true. И здесь RegExp по умолчанию. И дальше вот так вот. То есть вот это и вот эта строчка совершенно аналогично, делают одно и то же. Вебпэк внутри себя переписывает это в это. И то, что происходит потом, мы уже подробно разбирали, видели, какая получается сборка. Что мы хотим от контекст-реплейсмент плагина? Мы хотим, чтобы он этот контекст заменил на другой. На тот, в котором из этой директории не все локали подряд подключаются, а только те, которые подходят под наш фильтр. В данном случае мне хотелось бы, чтобы локаль ru подключалась. А можно, например, ru.n. Вот эти два файла. Для этого контекст-реплейсмент плагин должен будет заменить вот такой контекст на вот такой. То есть, по сути, только поменять фильтр. Что ж, перейдем к конфигурации. Вот это я отсюда удаляю. И в конфигурации у меня что на что я должен поменять. И запуск контекст-реплейсмент плагина. Заметьте, что контекст-реплейсмент плагин можно запускать с разным количеством аргументов. То есть, вот его полный вид. А если запускать с тремя аргументами, то это вот так выходит. Если с двумя, то он воспринимает это вот так. В нашем случае мы хотим найти контекст, соответствующий этой директории . Давайте, чтобы не ошибиться, обратимся к локу сборки. Вот он. И здесь видно, что контекст выглядит следующим образом. Видите, вот этот tilde означает NodeModules. . Соответственно, и в конфигурации мы указываем, что директория интересующего нас контекста должна подходить под регулярное выражение . И что у него нужно заменить фильтр на вот такой . Теперь перезапущу сборку. И вот почти то, что нужно. Единственно, вот новый контекст. Он позволяет слишком много английских локалей. Нам нужно только английское .gb. Вот так вот сделаем. И после перезапуска, вуаля, как раз то, что нам надо. Если посмотреть сайт, то мы увидим, что русская локаль по-прежнему работает. Английская локаль тоже работает. А если попробовать японскую... Ну-ка, перезборка... Не работает. Так как японской локали нет, то оно подгружает по умолчанию английскую. Это еще раз показывает, что сейчас ничего лишнего в сборке нет. Нет. Нет.